Сейчас я возьму самокат и чуть-чуть у вас прокачу по даунтауну, посмотрите, как он отличается, буквально отъезжая вот сколько. Ну вот уже бездомный идет, потерялся. И самое удивительное здесь в том, что ладно, если бы просто бездомные, но большинство из них это сумасшедшие люди, которые, не знаешь, они тебя ударят какой-нибудь палкой или еще чем-нибудь, там нож могут воткнуть в спину, потому что они все, половина из них под кайфом, половина из них проблемы с головой. А вот этот парк закрыли сейчас во время этого карантина, закрыли, там никто не гуляет, ну в принципе здесь вообще никто не гуляет сейчас, по даунтауну. Раньше рассказывали, в 80-е годы он был вообще, то есть 5 часов закрывался, закрывался деловой квартал и после этого на улицах вообще никого не было. Сейчас вот примерно такая же ситуация, как в 80-е, все магазины закрыты, на улице ходят только бездомные, по улице ходят бездомные и процентов 30, наверное, из них это обычные люди, а остальные бездомные. Так, машин намного меньше, поэтому. Непонятно, почему скорые здесь катаются и включают мигалку прям на всю, каждые 20 минут катаются, как будто они специально хотят нагнать страху, вот. А вот это вот мы подъезжаем к Бродвее. Вот он Бродвее и 5-я улица, да? Так, приехали, спасибо, ребят. Реально сейчас даунтаун выглядит, как будто просто какой-то апокалипсис здесь произошел, какой-то один бездомный, сумасшедший психик. Носятся вот эти машины скорых помощи и полиции, люди ходят в масках. Мне кажется, это просто идеальный сейчас сет для съемок фильмов ужасов или фильмов апокалипсис. Ночью здесь вообще та еще, конечно, картинка. Вот, и вот смотрите, я сейчас еду, да? Сколько? Блока, два я проехал. Вот так вот. Здравствуйте. Кто-то переезжает. Ну вот, дамочка на кабриолете. Меня, конечно, удивляет, здесь некоторые ездят в машине в маске. Это, конечно, просто полная бессмыслица. Еще смешнее, когда это вот на кабриолете. Часто я вижу, кто-то едет на кабриолете и в маске. Как будто им просто, не знаю, сказали одевать маску и все, они бездумно носят ее везде. Вот, мы уже практически, на самом деле, подъехали к тому району, который я хотел вам показать. По некоторым данным, в этом районе живет от 9 до 12 тысяч бездомных. Просто только в одном районе. То есть, представляете, как целая деревня или поселок бездомных в городе, в таунтауне. Там стоят, пьют. Так, я еще успею переехать. В этот район я как бы недалеко здесь живу, но стараюсь особо не гулять в нем, потому что здесь самые жесткие психи. То есть, ну, в Лос-Анджелесе, в принципе, очень много сумасшедших. А сумасшедших, которые, которые прям такие ожесточенные, это вот здесь, вот из Кейдроу называется район. Потому что, например, на Венесе самые, самые позитивные сумасшедшие. И бездомные они там вообще очень. Все ночили, кайфуют от жизни. А здесь такие реально жесткие. Вот и начинаются палатки. Я просто не понимаю, реально, как можно, как можно ставить палатки просто посреди города? И вообще, как можно с детьми гулять посреди города, когда у тебя по улицам ходят просто сумасшедшие люди? Скажите, как? Почему власть ничего об этом не делает? Во, уже подъехали почти к тому самому району. Сейчас я перееду дорогу. Раньше я гулял здесь пешком, но чтобы чуть-чуть ускорить видео, я взял самокат покататься, чтобы быстрее вам это все. Ну что, надеюсь, меня не убьют. Да, вот здесь вот вообще ребята не знают ни о чем, никаких кризисах. У них все в порядке. Они вообще живут в какой-то другой системе измерения. И ощущение, что у них своя здесь вообще инфраструктура, своя власть. Я думаю, они даже не знают про государство. Может быть, знают, но у них здесь свое государство, свое комьюнити. И просто реально здесь как будто свое государство. То есть у них, если придет чужак, они будут знать уже, что это чужак. Вот это вот целый квартал здесь такой. Я сейчас по нему покатаюсь, а потом поеду, покажу вам остальной Лос-Анджелес, который немножко позитивней. Я не представляю, каково вот этим домам, которые здесь существуют, с этими палатками рядом. Как люди здесь, то есть здесь же тоже, по идее, люди и живут, и работают, да. Здесь вот недалеко есть этот скорая помощь, и недалеко здесь тоже пожарная. Вот, и то есть люди здесь живут, работают, здесь всякие магазинчики тоже открыты. Ну, я просто не представляю, каково держать магазин, когда у тебя, например, на пороге стоит палатка бездомного, и кто-нибудь там просто сидит голой задницей и в туалет ходит. Вот. А вот это вот, я так понимаю, они стоят на пособии сейчас, вот, в очереди. Меня, конечно, удивляет, как люди выбирают такую жизнь, то есть здесь, например, чтобы вы понимали, что бездомные, они не просто, потому что там, ну, не все, точнее, бездомные живут на улице не просто, потому что, допустим, у них там что-то случилось в жизни, и они вот решили остаться на улице. Потому что вот они выбрали такой образ жизни, да, кто-то из-за наркотиков, кто-то из-за алкоголя, кто-то просто потому что он там хочет максимально жить вне государства. Я вот, они живут на улице, но в то же время они получают пособия, они получают и еду бесплатную, они получают деньги, пособия. То есть они, в принципе, вот они, патриоты, в палатке живут. Некоторые даже, ничего не делая, живут лучше, чем люди, которые работают, чем люди, которые платят налоги за них. Здесь хорошо прослеживается двоякость американского менталитета. С одной стороны, они говорят, вот, ребята выбрали сами свою жизнь, то есть мы их не трогаем, каждый живет так, как хочет, да, каждый имеет свои права и все такое. Вот, с другой стороны, они стараются избегать этой темы, стараются, когда идут мимо бездомных, не всегда обращают внимание, знаете, когда, то есть человек валяется, допустим, непонятно, мертвый или жив, ну, типа, окей, пусть лежит, это, типа, его, его выбор, вот. Но в то же время ты реально не знаешь, жив ли человек или нет, и таких просто здесь, ну, я бы сказал, сотни валяются на улице. Сейчас я офигеваю, как люди не боятся машины свои оставлять вот так вот в этом районе. Которые прям вот без сознания и непонятно, то ли он под кайфом, то ли он, то ли он умер. Удивительно, конечно, когда я только приехал в Лос-Анджелес, я помнил, ну, для меня это было дикостью, что так много бездомных, что вот люди так относятся к этому вообще пофигистически как-то, вот. А живя в этом городе вот уже четвертый год, я сам себя поймал на мысли в том, что я привык к этому, и я уже как-то более-менее начинаю считать это нормой. Что у нас приезжала подруга, ко мне приезжала подруга, которая ходила со мной по даунтауну, просто гуляла, и она ходила просто в шоке, и она боялась вообще за свою жизнь. Я говорю, да не, небось, это, они вообще никого не трогают, если ты их не трогаешь, то они тебя не трогают. Ну, в большинстве случаев, бываю, я, у меня были у друзей всякие разные случаи, когда там в них и плевали, и кого-то, а кто-то мне рассказал, что вообще стоял мужчина с двумя детьми и сидел бездомный рядом на светофоре, он просто встал, перерезал ему горло и обратно сел. Вот просто люди спят на улице вот так вот, вот куча палаток, куча палаток, скажите, как? Как? Пугает, насколько ты привыкаешь ко всему, получается, то есть когда-то ты считал это ненормальным, и тут ты вдруг, ну, спустя какое-то время ты начинаешь привыкать к этому, и уже вроде как и ничего такого, вроде это какие-то, вроде это норма общества уже кажется, то есть как легко поменять восприятие человека спустя какое-то время, когда, допустим, ему твердят, что это нормально, что это люди, которые так выбрали жить, и ты реально уже начинаешь сомневаться в своих мыслях, а что есть нормальное на самом деле. Вон впереди виднеется та самая башня, от которой мы отъезжали в самом начале ролика, та, на которой приземляются вертолеты в ГТА. Просто я здесь катаюсь по кругу, чтобы вы поняли, чуть-чуть масштаб. Вот, по сути, до нее-то доехать-то отсюда, ну, сколько, минут пять на самокате, дойти минут пешком, минут пятнадцать, то есть это буквально находится в нескольких улицах от вот этого района, представляете? Деловой квартал, и вот он, Скидрол, тот самый. Но я для примера покатаюсь, потом, может быть, покатаюсь, покажу и другой Лос-Анджелес, там, на самом деле, по всему Лос-Анджелесу расположены палатки бомжей, просто это максимальная концентрация. И вон видно, видно даунтаун. На небоскребы, на все дела. О, у чувака барбекю есть. То есть я реально не шучу, я у некоторых видел даже кондиционер в палатке стоит, то есть это реально вот, они просто тупо не платят за аренду, живут в палатке, у них у кого кондиционер, у кого телевизор, у кого плазма реально стоит. Бытует мнение, что американцы такие щедрые, что выставляют там диваны, шкафы, столы, телевизоры, там, ну, свои старые на улицу, и они такие, типа, щедрые. Вот, на самом деле, это как бы очень двоякая ситуация, потому что, чтобы вывести тот же, или выкинуть этот телевизор, или шкаф, стол, большой габарит, ему нужно нанять машину. То есть американцы, в принципе, друг другу не очень помогают, для этого существуют машины, то есть юхоу, которые надо арендовать, чтобы отвезти ее на помойку, да, вот этот, телевизор или тот же шкаф. Вот, и американцы намного проще к этому относятся, они просто это выставляют на улицу, и потом просто какой-нибудь бомж это подбирает, или какой-нибудь другой человек, который нуждается, вот, подбирает и кайфует от этого. Американская машина. То есть здесь никакой благотворительности, здесь только тупо расчет. Так, друзья, еще немного, и поедем дальше, в следующий район. А вот здесь вот мексиканцы подсуетились и продают маски, то есть американцы останавливаются, потому что сейчас не пускают в магазины без масок, и американцы останавливаются просто, и мексиканцы им продают маски. Чтобы попасть в магазин, если кто не успел. В общем, мексиканцы всегда найдут, чем зарабатывать. Удивительно, что сейчас Трамп пытается принять закон, который против эмиграции в Америку, и для того, чтобы создавать новые рабочие места для американцев, да. Но не думаю, что американцы будут работать на тех работах, на которых работают эмигранты из наших стран, или те же мексиканцы. Редко найдется американец, который захочет работать на той работе, на которой сейчас работают мексиканцы. То есть здесь люди просто на улице вот так валяются, и непонятно, он умер или живой, и вообще, что с ним? Все, мы, короче, едем теперь в другой район. Я покажу вам, насколько, насколько может быть разным Лос-Анджелес, насколько буквально проехав от одного блока до другого, от одного квартала до другого, может кардинально поменяться какие-то картины. И как, как сильно, как сильно реально разница вот эта, как сильно видна разница в обществе, как сильно разница вообще во всем. И вот мы уезжаем от даунтауна, да, едем в сторону Баверли-Хиллз, и вы видите, как кардинально все изменится. Буквально 15 минут. А вон он, деловой квартал. А вот мы едем сейчас по соседней улице от Родео Драйв. Это та самая улица, которая известна своими дорогими бутиками. Сюда приходит много туристов, много иностранных туристов, те же туристы из Европы. Хотя, казалось бы, эта улица выглядит, как любой другой дорогой район в Европе. И я не понимаю, что они нового могут увидеть. Для них намного интереснее было бы посетить тоже Голливуд, Санта-Монику, ну и другие районы. Но Родео Драйв это вот просто копия европейских дорогих районов, городов. Так, поехали. И вот буквально сколько я отъехал. 15 минут от... Блин, туда поехал. Ладно, тут тоже проедусь. Здесь тоже неплохо. 15 минут отъехал от даунтауна, да, от делового района. И посмотрите, как все выглядит. Аккуратно, все чисто. Бомжей здесь вообще нету. Правда, все все равно ходят в масках, и людей-то особо нету. На улице вообще не понимаю смысл ходить в маски. Вот. Но здесь совсем другие машины ездят. И совсем по-другому это все выглядит. Ладно, сейчас... Проедусь по той улице, которую я хотел вам показать. Смотрите, ну не красота ли? А? 15 минут. Чисто. А вот она, та самая американская мечта, которую хочет весь мир, и которую навязывают нам из американских фильмов. А если подумать, то в 15 минутах отсюда люди же тоже живут свою американскую мечту, только немножко в искаженной форме. Так, ну что? Ну вот, здесь вот все как раз вот... Это Беверли-Хиллз, это дома знаменитостей. Дома, я не знаю, кого еще. Богатых людей, которые живут за высокими заборами, и не хотят, чтобы их беспокоили, чтобы их видели. Также в Беверли-Хиллз нет больницы камер. Камер здесь нет, потому что камер на скорость, и не присылают штрафы. В принципе, в ВВА вообще очень мало камер, которые как раз вот штрафы присылают. Вот, на Беверли-Хиллз их нет, потому что, как рассказал мне друг, не знаю, правда это или нет, но здесь очень много богатых, известных людей, которые ездили на машинах со своими любовницами. И когда им приходил домой штраф, фотография человека, да, со своей любовницей, обычно это будет там либо развод, либо скандал дома, и поэтому, в общем, американцы известны своими склонностью к судам, то есть засудить за любую вещь, вот. И они засудили полицию несколько раз, и полиция убрала все камеры. О, а мы сейчас выезжаем с вами на Sunset. Это легендарная, не легендарная улица. Не знаю, стоит ли ехать по ней. Короче, от нее кайфуют все, кто любит кино. Блин, я уже не помню, что хотелось рассказать. В общем, вот здесь вот так вот отъезжаете, катаетесь по райончику. Смотрите, как все чисто. Все здорово. Казалось бы, проблем не существует. Куда ехать? Направо, налево? Поехали налево. Спортсмены ее бегут. Сейчас я выйду с вами на улицу. Что удивительно, вот здесь вот раньше вот эта улица была прям жестко. Самые худшие дороги здесь были. Ее вроде только недавно починили, наконец-то. Ну, было удивительно, конечно, когда ты едешь по центру Лос-Анджелеса. Считаю, Беверли-Хиллс, самый дорогой район. Самый лакшери. И вот эта дорога, вот эта вот дорога внизу, она просто была супер разбита. Прямо центральная дорога. И я не знаю, ее лет пять чинили, наверное. И вот, наконец-то сделали. Кстати, дорога в Лои реально много где плохая. Но это, наверное, от большого потока машин каждый день. Плюс здесь правая полоса обычно растаявшая. То есть, асфальт реально плывет от жары, особенно в летнее время. По нему ездит автобус. И вуаля, правая полоса уже не пользуется такой популярностью. То есть, по сути, по ней ездят только автобусы, либо люди, которые хотят обогнать пробку. Ладно, поехали домой в даунтаун. Провезу вас по красивому маршруту. Вот он ходит, гуляет с собачкой. Вот мы сейчас подъезжаем в Эст-Голливуду. Это ЛГБТ район. То есть, здесь гуляют в основном. То есть, живут здесь геи, лесбиянки. Здесь даже пешеходный переход сделан. Может быть, сейчас доедем до него. Сделан в форме флага. ЛГБТ. Такая вот забавная история. Где же он? Где-то здесь должен быть. Вот тоже хороший, в принципе, достаточно дорогой район. В смысле, хорошее расположение у него. А дальше идет Голливуд, который все так любят и все возносят. А на самом деле это дикая помойка с бомжами, грязной. С туристами, бомжами. И все. Там больше ничего нет. Но почему-то люди, которые приезжают, сразу едут туда. Если честно, я стараюсь его избегать. Мы, наверное, проехали этот знак. А, вот, вот. ЛГБТ сверху висит. И где-то внизу должен быть переходный переход прям. ЛГБТ. Не понимаю людей, которые называют L.A. городом. Это деревня. Да и, в принципе, вся Америка деревня в нашем понимании. За это мне не нравится даунтаун. Он хоть как-то напоминает город. Это как будто город в миниатюре. А остальная Америка, она, в принципе, двухэтажная. И L.A. это еще одна часть Америки. Обычно, вот мы сейчас едем по Санта-Монико-бульвару. И обычно здесь прям большущие пробки. Вот в это время, то есть, вот сейчас пик, по идее, 6 часов от вечера. Вот. Сейчас бы здесь был просто миллион машин. Здесь были... Не, конечно, это не сравнится с московскими пробками, если есть кто из Москвы. Потому что Москва, конечно, это лидер, мне кажется, пробок. Москва, Нью-Йорк, такие города. А то, что когда у меня американцы, когда жалуются на пробки в Лос-Аншизе, говорю, ребят, вы съездите в Москву и потом жалуетесь. Потому что ваши пробки ничего по сравнению с нашими в Москве. Где ты можешь просто простоять час или больше просто в каком-нибудь переулке, даже не проехав пару улиц. Здесь, в принципе, пробки всегда двигаются. Вот. Вот мы уезжаем из Вест Голливуда, подъезжаем к Голливуду. Здесь вот это русский район в Санта-Монике. Здесь очень много русских, армян, украинцев, казахов здесь живет. Всякие русские, еврейские магазинчики. Я сюда езжу за воблой, за бельменями. Вот, отсюда начинается русский район. Короче, я показываю в Лос-Анджелес на примере обычного автолюбителя. От первого лица, так сказать. Вот эта машина. Нормал. Вот, вот здесь вот справа, слева сейчас будут русские магазинчики. Где можно купить вон Одесса. Где можно купить пельмешки. Вобу и все что угодно. Класс. Вот, для тех, кто скучает по родине, сюда добро пожаловать. За гречкой я сюда приезжаю. О, только что армяне проехали. Они вот в определенное время года вывешивают флаги на свои машины и ездят с армянскими флагами. В память о... В память о каком-то событии, о геноциде армян, по-моему. Если я не ошибаюсь. Вот, и они несколько месяцев ездят с этими флагами. По-моему, кажется, апрель, май. В память о том, что я еду по скучному району. Поехали на Голливуд или на Sunset. Там повеселее будет. Проедемся там, хоть что-то покажу. Воу, сейчас мы проезжаем слева магазин Ральфс. Это магазин, в который я когда-то, когда я приехал только в Америку, я жил у друга в трейлере и ходил мыть голову в этот Ральфс, в этот магазин. Кстати, Голливуд сейчас офигенно выглядит, потому что это там... Вот я сейчас подъезжаю, как раз, вот район Голливуд, да. Он офигительно выглядит, потому что тут нет туристов сейчас. Улицы пустые. И вот этот самый Голливуд-бульвар, там, где обычно стоят куча просто ходят туристов. Сейчас их нету. И это вообще, мне кажется, идеальное время для того, чтобы посмотреть на все это. Потому что, по сути, там больше смотреть ни на что. Что-то, 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 что-то. Что-то, 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 что-то. Вот, вот это, можно сказать, начало Голливуда-бульвара. Ну, оно чуть левее начало, но мы пойдем здесь. И вот справа и слева сейчас аллея звезд. Та самая. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...